Привет! Я думаю, что большинство из вас, даже как и мы, перед тем, как отправиться в отпуск, проявляют свою потребность «хочу». Хочу, чтобы пляж был песочный, хочу, чтобы заход был плавный, иногда я хочу гальку, чтобы песок отовсюду не вымывать, а еще я хочу, чтобы были виды красивые, а еще я хочу купаться и наслаждаться видами гор, а еще я хочу, чтобы реки были, а еще я хочу, чтобы озеро было, а еще хочу, чтобы было все развито, чтобы рынки были, и хочу, чтобы это все было желательно в одном месте, ну так, знаете, на расстоянии 5-10 километров. Такое, знаете, из разделов и рыбку съесть, и не укололться. И в этом выпуске я хочу вам показать, что такое место есть. Есть, и оно находится на нашем берегу, и я думаю, что большинство из вас с ним даже знакомы. Мы отправляемся в Анапу. Первый раз мы познакомились с Анапой в 2017 году. Тогда Артему было 2 годика, а маленькому Родиону было всего лишь 3 месяца. Это наше было первое путешествие в составе 4-х человек. И тогда Анапа нам открылась песочком, плавным заходом моря, чистым морем. А потом мы приехали в Анапу в 2019 году, и снова плавный заход в море, чистая вода и песочек. А потом в 2020 году это был совершенно другой опыт, потому что мы там стояли несколько дней дикарями, разбив свой лагерь, палатка, туалет, машину и все это на берегу. Это было великолепно. И вот 2021 год, и Анапа нам открывается вот такой, вот такой, а еще такой, такой. В общем, вы поняли, разный. Но об этом давайте по порядку. И мы выезжали в Анапу из Краснодара в Анапу. Ехать нам по навигатору порядка 3-4 часов. Анапа, крепостная, 75. Еще 100 метров, 75 дом нам нужен. Так, нет, вот он. 75. Да, как-то так все закрыто. Вот они тут. Отель, где мы остановились, называется вот так, Эдди Росс. Тут есть кровать, презент для детей, кондиционер, туалет, ванная, небольшой комод, сейф, диван, который раскладывается, кухня, мангальная зона, где мы пожарим обязательно шашлык, большущая терраса, баня и детская комната. Так, давайте, знаете, как с вами сейчас сделаем? Сходим к морю. Если у нас там получится, позволится, а толпа, мы искупнемся. Помните, в начале выпуска я вам говорил про песочек, плавный заход в море? Так вот, мы попали на пляж, но пляж совершенно оказался другой. Вот, вот такой он. Идите аккуратно. Короче, да, здесь прям камни. Я не знаю, что это за Анапа, но обычно это песочек, а здесь вот так, здесь нет, Медузе. Вода теплая, но учитывая, что мы шли, здесь прогулялись, очень хочется окунуться, ребята, поэтому вы вместе со мной сейчас. Все, дальше не ходи, там глубина начинает. Здесь окунайтесь и все. Водросли в ногу. Да, ты прям ходишь по водорослям. Окунаемся, ребята, и выходим. Вообще, мы отправились на этот пляж не для того, чтобы купаться, а для того, чтобы посмотреть на Анапский моряк. Вот он. А в итоге увидели прекрасную набережную, которая напоминает Иллин же и толстый миск, и искупались. Если будете в Анапе, то посетите это место. Вам точно понравится. Виды здесь бомбические. Виды видами, а мы решили съездить на Большой Утриш или Утриш. Как правильно, точно я не знаю. И посмотреть, как там. Я смотрел некоторые кадры, и мне показалось, что там очень красиво. А еще некоторые местные рекомендуют именно вот этот Большой Утриш для купания. Говорят, что там классное море. Мы не могли не остановиться на этой красоте. Сейчас подойдем к самой смотровой и посмотрим на эти виды отсюда. А какой тут запах идет от этих сосон. Это просто что-то невероятное. И вот он уже. Большой Утриш. Вон там пляж виднеется. Мы сейчас туда сходим, съездим и все разведываем. Ну что, мы, в общем, добрались. Вот здесь вот на такой парковке бросили машину. Парковка бесплатная, но мест вообще минимум. Первые минуты, оказавшись на Утрише, я вообще не понял прикола ездить сюда из Центра Анапы. А потом понял, чистейшая вода, шикарные виды. Ну, сами посмотрите. Так, ребята, все-таки мы решили окунуться здесь, освежиться. И Настя сейчас правильно сказала, кто-то ругает адлерскую гальку. Здесь вообще трындец. И заход в море, посмотрите, по всему берегу. Он вот из таких камней, которые, камни в водорослях, безумно скользкие. Шибанутся на раз-два. Но вода чистейшая. Виды, огонь. Море чистейшее. Да, все видно. Но то, что огромнейшие булыжники, да, это, конечно, жесткий минус. Если бы на Утрише был бы песочек, то Утриш превратился бы на 100% в Центральный пляж. Сейчас покажу. Честно, ребята, я не знаю, как можешь тут отдыхать. Какой кайф можно получать от отдыха в Анапе, когда тут вот так. Тут реально негде лечь. Я не знаю, идешь просто по берегу и вот так вот охреневаешь. Если ты хочешь пропутешествовать по Анапе с легкостью и с удовольствием, мы написали свой авторский гайд, который ты можешь приобрести, написав мне либо Настеньке в Директ. Цена всего лишь 190 рублей. Мы там написали геолокации, маршруты, как проехать, где оставить, что поесть, советы и многое другое найдете в нашей книжечке. Пишите мне или в Настеньке в Инстаграм, приобретайте, изучайте. И самое главное, путешествуйте. Продолжаем. Вечером мы забрались на смотровую, откуда открывается прекрасный вид на все Анапу. Чуть позже покажу вам, что за смотровая днем, тут тоже прекрасно. А пока давайте отправимся в поселок, где все начиналось. Приехали в Анапу, а именно в ЖМТ. Именно с этого поселочка у нас начались наши совместные путешествия в полном составе. И сюда мы приехали в далеком 17-м году всей семьей, когда Родиончику было 3 месяца. Именно тут Анапа нам открылась, именно так, как она открывается многим. Это песчаные барханы, песчаные дюны в огромном количестве, квадроциклы, прогулки на квадроциклах. Горячущий этот песок, плавный заход в море. Ну, пойдемте быстрее на пляж. Песок невероятно горячий. И это не максимум, наверное, его раскала. Но есть настил. Вот так вот забит пляж. Людей много, хотя уже сколько людей в принципе ушло домой, потому что сейчас самое-самое пеклое. 12 дней. Давайте теперь вместе с вами попробуем, так сказать, Анапское море на вкус. Слушайте, я нырнул, ты прям чувствуешь кисель. Ой, блин. Слушайте, даже на глубине, даже на глубине водорослей очень много. Вот такое море. Но чуть позже я покажу вам самое чистое море в Анапе. Знаете, у нас в Анапе есть любимое блюдо. Это как бы шашлык на деревянных шпажках, маленькая картошка и куриная грудка. Это как-то асулаки, что ли, называют, или что-то подобное. Точно не помню. И такую тему мы ели только в Анапе. И вот мы ходим вроде уже полчаса, пытаемся найти, где здесь продают. Мы так и не нашли это блюдо и отправились сами пожарить шашлык. Но в конце нашего путешествия мы его нашли. И в конце выпуска я вам покажу. Вот это у нас ужин получается. Смотрите, какая красотища. Блин, я не знаю, гриль просто великолепный. Так он готовит четко, ничего не пригорает. И все хорошо. А это озеро Суко. И да, это тоже Анапа. Место, от которого мы особенно обалдели. Озеро среди кавказских гор. Да, для тех, кто не знал, именно с Анапы начинается Кавказ. Тут есть пляж. Можно арендовать лежак, покупаться. Шикарно отдохнуть и провести время. А мы решили взять катамаран. Стоимость тысяч рублей за час. Возьмем, я думаю, на час, чтобы не спеша все успеть. Погнали платить. Вот это да. Все, мы поплыли. Я вообще сто лет этого не делал. В общем, в последний раз в России в Суко каталось. Покинуть судно. Если вы подумали, что на это озеро мы приехали для того, чтобы покупаться и поплавать на катамаране, то нет, мы отправились в посуды в нем. А именно, за вот эти. Покинуть судно. Покинуть судно. Покинуть судно. Вот такое шикарное, прекрасное место есть в Анапе. А сейчас мы с вами отправляемся в еще одно интересное местечко. Мы приехали в наше любимое Витязево. Здесь все сделано в греческом стиле, потому что вроде когда-то здесь жили греки, и сейчас здесь тоже проживает много, ну, греков таких уже, как сказать правильно, обрусевших. Вот она, параллия. Вот она, параллия. Центральный пляж Витязева. Вот такой вот памятник, видимо, греческим воинам. Стоит еще одна скульптура без руки. Вот еще, видите, одна скульптура стоит с цензурой. В общем, прогуляться по параллии обязательно нужно как днем, так и вечером. Здесь своя обстановка. А сейчас мы с вами перемещаемся на пляж Витязева. Так, ну что, давайте пройдем, да, капец. Попробуем подойти к морю. Я не знаю, конечно, как это у нас еще получится, не получится, но копец. Да, здесь гораздо больше, чем в Анапе людей. Просто я даже не понимаю, как проходить. Но надеюсь, у нас это получится. Я просто хочу подойти к морю и посмотреть, насколько здесь чистое, либо оно грязное. Ой-ой-ой. Вообще. Но оно зеленое. Оно зеленое и очень капец. Так, Родион. Ну да, получше, конечно, в центре Анапе, но все равно. Вот такая вот параллия и вот такой вот пляж. В самом Витязево, ребята, сейчас я вас приглашаю на другой пляж. Видите, закат, а людей не становится. Здесь мы купаться не будем. Пойдемте как следует накупаемся на Тартуге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут вот упираемся в такую пробку. Не знаю, что это значит. То ли там дальше все перекрыто, то ли что, непонятно. Но раньше вот здесь вот столько машин вообще не было. Люди как бы ехали дальше-дальше и рассасывались вообще по берегу. А сейчас жесть вообще, слушай. Короче, я вот у ребят спросил. Сказали, что там погранцы поставили шлагбаум. И все, и не проехать туда никак. Сейчас пойдем так смотреть ногами. Как вы поняли, мы прошли пешком. И да, там военные поставили шлагбаум и заехать нельзя. Однако, если полный привод и есть жел... А нет, то, конечно, можно заехать. Таких желающих хватает. А вообще, раньше это место было идеально для палаточного отдыха. И да, в Анапе есть еще одно место, которое также закрыли. Чуть позже покажу. А пока давайте купаться. Ну что, заходим. Благодаря тому, что пляжи пустые, мы даже вот тормознули свои вещи и пошли в полном составе. Ух, классно? Вообще огонь. Наконец-то днем мы можем накупаться. Ух, песочек, какой кайф. Вот так вот. Так что подписывайтесь на канал. Мы показываем всегда, где классно отдыхать, где действительно наслаждаешься пляжем, морем, природой. Все, давайте под этот кайф просто ныранем. Неподалеку от Анапы есть станица Благовещенская. Да, она тоже относится к Анапе. Тут есть пляж Благовещенская. Конечно, мы сходили, посмотрели, но купаться не стали. Нас больше интересовала Пугаская коса. Вот она тоже перекрыта, про что я вам и говорил. Только не шлагбаумом, а питонными блоками. И проезд туда запрещен. Но кому-то разрешен. По косе ходит трансфер, который доставит вас в любую точку косы. Она очень длинная. Тут и всякие кемпинги, палаточный отдых. В общем, чтобы на ней хоть как-то передвигаться, нужно воспользоваться платным трансфером. А машину припарковать на платную парковку. Вопрос законности перекрытия меня интересует до сих пор. Так, ну и собственно, вот про что я вам и говорил. Вот здесь все-таки парковки. Видите, все вот так вот цепями и цепями. Что-то в стоянке для пансионата. Зенит это, видимо, для вот этого вот. И вот они уже пошли в блоки. Стоит хирпич. Внимание, въезд на булгасскую косу запрещен. А проход свободный. Так, давай перешагнем. Ну, по крайней мере, спасибо хоть. Проход, да, свободный. И вот у них есть, вот видите, такой трансфер по косе. Вот так вот. Здесь даже так шлагбаум, типа, стоит. Я чуть не забыл показать вам прекрасные виды с той смотровой площадки, на которой мы с вами были ночью. Погнали туда. Пока-пока. 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 В общем, это место я рекомендую посетить и днем, и ночью. А мы с вами отправляемся в Супсех. Мы уже едем в Супсехе, в самом, просто вдоль берега, чтобы попасть на самый клёвый пляж, который так и взрывает инстаграм и различные паблики. Да-да-да, именно эту лесенку мы собрались покорить всей командой. Ну всё, мы начали путь, пути далеко, вы всё видели сверху, с дрона, да, как всё это выглядит. Ну, теперь, так сказать, всё проверим ногами. Посмотрите, сколько пути мы прошли. Так, а идти нам ещё, ну, наверное, в четыре раза больше. Вот так вот мы спустились, здесь есть такая первая смотровая, есть лавочка, такая вот прям фотозона. Следующая у нас, значит, фотозона. Вот она, уже даже слышен звук волн, мы близко. Хотя сверху кажется, что нам ещё идти далеко. Мы вообще проделали уже большой путь. Вон там начало, даже полностью начало не видно. Настенька продолжает спускаться. Настенька говорит, что не стоит этот спуск того, потому что пляж вот в таком состоянии. Ну, просто, да, он дикий, плюс ещё дикие люди срут везде. Вот, поэтому заход здесь в море, он тоже такой каменистый, всё в водорослях. Сейчас, конечно, давайте с вами всё посмотрим, прощупаем, проверим. Но я, конечно, ожидал здесь увидеть такую чистую-чистую водицу. А получается, что нет, здесь водица грязная. Но окунуться нужно, причём плавают огромные медузы. Прям, ау, пакеты. Это пакет, да, грязновато. Не будем здесь купаться, просто окунёмся. И давайте не будем о грустном, давайте я вам покажу, где в Анапе самое чистое море. Просто на берегу. И да, кто переживал за Настеньку, то вот. На закате мы совершили нереальнейший подъём по этой лестнике. Вот Настенька. Живая. Свои эмоции. Настёна. Блин, это сложно. Блин, это сложно. Вообще, как из лайфхаков, ходите сюда на закате и поднимайтесь тоже на закате. Итак, мы снова в Суко. Чтобы нам попасть на пляж, где самое чистое море, нам нужно пройти метров пятьсот сквозь толпу. Ну что, заходим. Ту-ду-ун. Так, кафешки нас тут встречают. О, как здесь широко, слушайте. Ой, какие-то виды. Тём, смотри, какие виды. Вау. Слушайте. Да, широкий пляж, широченный. И вот они, про что я вам говорил. Вот здесь вот прям с пляжа можно забраться вон туда на самый верх, на горы. В общем, кто за активный отдых, то просто вот здесь встаёте и идёте провожать закат. Кайф. Так, ну что, давайте теперь посмотрим здесь берег. Ну здесь... Ух, а тут, кстати, вода прохладней. Но гляньте, какое чистое море. Вообще чистейшее. Медуз, конечно, хватает. Мы попробуем зайти и окунуться. На закате. С прекрасным видом. Ух ты, какая чистая вода. Вот это да. Ладно, раз, два, три. Это что-то нереальное. Смотрите, какой вид в круг. А вода... Вода вообще нереально чистая. Ух, какой кайф. Слушайте, ну для купания это место. Я вообще рекомендую этот посёлок. Правда, я не знаю, как здесь днём, насколько здесь сильно забито. Но вечером здесь искупаться можно, покорить гору, насладиться шикарным закатом. Ладно, давайте ещё раз вернём. Ребята, наше путешествие по Анапе заканчивается. Мы завтра уже уезжаем. И самое главное, помните, в середине выпуска я вам показывал про то блюдо, которое мы хотели найти. И вот в конце нашего путешествия, в последний день, мы его нашли. Вот, это вот такие куриные шашлычки. Как они называются? Наш партик. Ну типа хуатишь. Да. И они подаются. Вот эта порция стоит 100 рублей. И маленькая картошечка. Картошка 50. Маленькая картошка. Да, и получается эта порция всего лишь 100 рублей. В общем, наше путешествие мы заканчиваем с нашим любимым анапским блюдом. С прекрасным видом в посёлке Суко. Вот это довольно сделано. Продолжение следует... Показать Анапу с разных сторон. Мне будет очень приятно, если вы сделаете репост данного выпуска в свои социальные сети. И, конечно, подпишитесь на канал. И да, спасибо за просмотр.